Доводилось пробовать в кофе ноты нефти, латекса? Конечно. Кофе — это небезопасный продукт. То есть я как технолог могу в этом заверить каждому. Что самое такое эксклюзивное находили в зелёном кофе? Зубы, сушёные животные, мумии, шкуры различных змей. Почему? Промышленность проверяет только алкогольные изделия и табачные изделия. Продукты массового потребления почему-то на сегодняшний момент решили не проверять. Одна торговая марка, достаточно известная, сама же себя и подделывала. Всем привет! Сегодня мы опять на канале «Кофейный блок» и у нас программа «Будни обжарщика». У нас в гостях Кристина Рачук, чемпион Украины по обжарке, сооснователь «Альфа Кофе Ростерс» и просто замечательный человек. Сегодня мы пообщаемся на такие темы, как опасность кофе. Он может быть не только вкусным и полезным, но также таит в себя какие-то опасности. Что это, как с этим бороться и как уберечь себя от некачественного продукта? Но для начала, я думаю, давай познакомимся перед нашими зрителями. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты начинала свой длинный путь? Я знаю, он у тебя больше 10 лет в кофейной сфере. Как ты пришла в кофе? Всем привет! Как я попала вообще в кофе? Неожиданно, если так честно. Я закончила 12 лет назад пищевую академию, получила специализацию технолога. Когда получила диплом на руки, сказала, что никогда в жизни не пойду работать на пищевые предприятия. В силу прохождения практик за 5 лет учебы, естественно, я побывала на разных пищевых предприятиях. И много чего видела. От каких продуктов отказалась? Из тех пор перестала мясо есть? Нет, колбасы я с тех пор перестала есть. А мясо только последних года 4. И, конечно же, стоял выбор, что делать, куда идти. Молодому специалисту без опыта работы. И очень не хотелось идти на пищевые предприятия. Но у нас в Черноморске, на то время это был Ильичевск, строился новый кофейный завод. И я такая думаю, ну, как бы кофе я люблю в детстве. Папе кофе в турке варила. В принципе, наверное, про кофе я знаю очень много. Я себе тогда так подумала. Думаю, что бы не попробовать. Ну, просто ради практики, закрепления диплома. Я пошла на этот завод. Он был обалденным. То есть я когда попала на этот завод, мне казалось, что я попала в какой-то космический корабль. Но он только построился? Он только построился, он с нуля, он идеальный. Он просто весь блестел, все в белой плитке, все так красиво. И я наивными детскими глазами, таким, вау, класс, какое огромное предприятие. То есть оно действительно огромное по высоте, наверное, как 10-этажное здание. Очень много оборудования, оно все блестит, все так красиво. Класс. Это была прям любовь с первого взгляда. В принципе, компания меня затянула лет на 10. Наверное, даже больше. Ты сразу стала технологом? Нет, я была лаборантом. Производственная лаборатория работала. В моей обязанности входила контроль качества продукции. То есть мы делали различные исследования именно в компании. Тогда уже на тот момент было все необходимое лабораторное оборудование. То есть мы могли в кофе. На кофе мы смотрели не просто как на вкус, а с точки зрения микробиологии, с точки зрения каких-то показателей качественных. Документы делали, все вот эти нюансы. Потом, спустя 3 года, по-моему, я стала технологом. У нас это были как начальники смены. То есть мы контролировали полностью уже производство все, отчеты. И еще через 2 года я уже стала главным технологом на этом предприятии. Потом начальником производства. И как бы вот так. Конечно, опыт колоссальный. Но в силу любого завода, то есть любого предприятия, ему надо за что-то жить. Естественно, в плане, это был массовый завод по производству как растворимого кофе, так и натурального кофе. Мы стояли в сетях, мы делали СТМ. И в основном, если говорить по уровням кофейным, это был, наверное, коммерческий завод. Потому что работать со спешил кофе, ну, кто его будет пить в таком количестве? Мы в день жарили по 15 тонн. Это если только в день. Это если мы говорим о натуральном кофе. То есть мощности завода, они огромнейшие были. Понятно, что основной сегмент, это был средний, коммерческий, но не премиальные какие-то моменты. Хотя, да, мы их жарили тоже. Наверное, в процентном соотношении это было 5%. Так какие, да, процента 3 от силы. И то это больше для вот... А на каких ростерах жарили 15 тонн в день? Трехсотка был один ростер. Триста килограмм, да. Пятерка была, килограммовый был. Ну, то есть, да. Но на тот... Я честно скажу, я думала, что это, в принципе, небольшое оборудование изначальное. Такое себе аккуратненькое. Пока вот как-то за рамки завода не вышло, я не посмотрела, что, да, действительно, то есть, это было очень крупное предприятие. И аналогов Украине такого нет. В Украине таких ростеров нету больше, да? Да, и в принципе, таких масштабов заводов нет в Украине. 15 тонн, я скажу, это впечатляет в день. Тут же даже дело не в объеме, то дело в системе подготовки к этой обжарке. То есть, там было огромное оборудование для очистки зеленого кофе, огромные склады специализированные под хранение зеленого кофе. То есть, много-много всего. Не просто ростер, да, там, и дистонер. Нет, это огромнейшее оборудование, которое очищало как зеленый кофе, так и жареный кофе. Там селоса для хранения этого всего. То есть, это прям очень-очень масштабно было. Но в какой-то момент, это был момент, наверное, 17-й год, мне немножко стало скучно рамки завода. Я пошла как бариста работать, потому что я хотела понять, что хочет конечный потребитель. То есть, на любом предприятии всегда есть, там, коммерческие отделы, когда приходят и говорят, надо сделать такой-то, такой-то аналог, там, такого-то, такого-то. И мне хотелось понять, действительно ли люди хотят вот что-то такое. То есть, мне хотелось понять обратную связь потребителей. То есть, что хочет потребитель конечный, да, то есть все-таки кофе, это люди, да, их эмоции. И важно было понимать, что именно они хотят. Это была кофейня? Это была кофейня обжарочная. На то время это был проект, он и сейчас существует, «Жарим кофе в Одессе». У них идеология такая, что у них в каждой кофейне стоит ростер, там жарится кофе, там варится этот же кофе, то есть различные моносорта, ну вот как-то вот все так. Да. Проработала там, наверное, еще параллельно где-то около года. Потом мне уже было физически тяжело. Ты там только варила кофе или жарила? Жарила тоже, да. А вообще первую обжарку, когда у тебя это случилось? Это случилось на заводе, ну на заводе, конечно. Ну на заводе масштаб трехсотка, то есть после трехсотки килограммовые, там какие-то ростеры тоже такое. У них там килограммочки стояли, да? Да, да, да. Основа, конечно, завода в любом случае. То есть у нас на заводе и подход был в основном через зеленый кофе, через его оценку, его показатели, физика, химия накладывалась, а потом уже обжарка, потому что цена вопроса трехсот килограмм, ну такая была значительная. Проработала там, немножко как бы увидела, что хотят люди, немножко поменяли что-то на заводе, вот. Вот, и решила поучаствовать в чемпионате. Причем чемпионаты по обжарке не проводились, по-моему, два или три года, а в восемнадцатом году был проведен вот после паузы, да, чемпионат по обжарке, он как раз был в Одессе. Думаю, что ни по день не попробовать. Пошла, попробовала, получила дисквалификацию, расстроилась. А за что? За что, это вообще стыд мой. Каждому участнику надо было сдать минимум килограмм, кило двести зажаренного кофе. Я сдала меньше, кило сто пятьдесят. На пятьдесят грамм, на пятьдесят. Ты изначально просчиталась в сырье? Я не знаю, что получилось, нет. Ну, на самом деле не знаю, как так получилось. Хотя очень системный человек, и для меня такого рода ошибка, это прям вообще была. Да, и из-за этого я получила дисквалификацию. Я безумно расстроилась, очень сильно. Поэтому на следующий год я поехала и выиграла чемпионат. Но для меня на самом деле чемпионат, это не было никогда цели поехать, выиграть, победить. Для меня чемпионат, это было вырваться с рамок завода. Потому что только завод, ты туда приходишь в пол восьмого, и в шесть уходишь каждый день. Ну, то есть одно и то же, одно и то же. Хотелось выйти чуть-чуть как бы с зоны комфорта. И посмотреть вообще, ну, просто поехать в Киев, отдохнуть, наверное. Это уже в восемнадцатом году, да, был следующий? Это в восемнадцатом году, следующий, да, вот чемпионат был в Киеве. Ты активно готовилась или просто работала на заводе? Да, на заводе не было возможности готовиться, потому что там постоянная работа. Завод работал круглосуточно. То есть на тот момент я уже была главным технологом. И хорошо, если ночью я спала дома, а не приходилось приезжать на завод из-за каких-то нюансов. Поэтому уделять время и готовиться такого не было. Ну, такой возможности не было. Поэтому и заводам, то есть, ну, всем же, наверное, очевидно, что для таких заводов, как наш, чемпионаты, это, ну, ни о чем. Им это было неинтересно. Это было интересно мне, там, ребятам, да, обжарщикам. То есть мне хотелось, чтобы ребята, которые у нас работали, они еще к чему-то стремились, развивались. Это конкретно обжарщик. Да, но для завода это была вообще абсолютно, ну, такая себе история. Зачем им это нужно? Мы жарили, объемы делали, продавали. То есть какие чемпионаты, какие. Для них это была, наоборот, проблема, что я на неделю должна уехать с предприятия. В смысле? Ну, то есть вот это была проблема. Вот, поэтому я отпуск брала. На этот чемпионат. Да, и мы когда приезжали, особо, я честно скажу, мы приехали, у нас тогда три человека участвовало. Особо я не рассчитывала. Мне хотелось, чтобы у ребят был стимул, да, развиваться. Но я не рассчитывала однозначно на победу. Но и сложностей для нас не было в рамках чемпионата. Потому что на чемпионате что нужно сделать? Разобрать качество зеленого кофе, это по факту то, чем я занималась, да, там, 10 лет назад. И для нас это была норма. Да, вывести профайл, ну, окей, мы это делали регулярно. Не нервничать, так это вообще для нас норма. Почему вот у нас и Леша, когда выиграл, вот, да, уже 19-го года. Его преимущество то, что он умеет сконцентрироваться в любой непонятной ситуации. Ну, у нас на заводе все стрессоустойчивые. Мне кажется, если жаришь на 300-килограммовом ростере, то нервничать тебя не стоит. Да, так дело даже ростер это не самая больная точка, да, на заводе. То есть там же очень много другого оборудования, которое работает под давлением и так далее. Поэтому, конечно, в данном ключе ребята у нас стрессоустойчивые. Это очень сильно помогает на чемпионатах, потому что, если ты посмотришь на чемпионате, там много участников. Они просто теряются, руки дрожат. Вот такой, наверное, путь кофейный мой. То есть я считаю, что это был лучший опыт, и мне действительно в жизни очень сильно повезло, что мне удалось поработать в такой компании, пока она существовала, по специальности. И в кофе прийти именно через знания, не через какие-то опыты, или там слухи, или домыслы, кто как, что говорит, а именно с научной точки зрения, вот через вот эту всю базу, пойти в кофе. Ну, вот мне, наверное, реально повезло. А на заводе ты жарила кофе или просто контролировала качество зеленого и готового кофе? Или все-таки там приходилось иногда жарить? До какого оборудования ты жарила? Иногда мне приходилось жарить, когда там какие-то форс-мажоры, или когда какие-то там уникальные лоты, то, конечно, приходилось жарить на любом оборудовании. То есть не имеет значения, это 300 или это килограмм. Если образцы какие-то, сэмплы подбирать, да, тоже. Но, откровенно говоря, последних годов-два я уже практически не жарила, у меня не было физически времени на это. То есть это последние два года до чемпионата? Или это уже после чемпионата? Это и во время чемпионата. Я и во время чемпионата практически не жарила. А какие-то люди, которые, допустим, электрозводы, хотят какой-то лот себе обжарить? Просто какой-то уникальный, привоз там килограммчик, мне пожарить его. Ну, конечно. И я такие лоты какие-то интересные привозила, да. Ну, было оборудование, на котором можно было немножко жарить, да. Конечно, мы жарили там для себя что-то классное, что-то прикольное. Для чемпионатов, для людей, которые выступают там над любишь? Ну, да, я жарила иногда, да. То есть, если просили, я жарила. Какой самый дорогой кофе приходилось жарить? Имеется в виду не 300 килограмм вот общей суммой, а вот килограмм. Нет, ну, логично, апрекейшен, а тепла, то есть такое, понятно. Но для меня проще не знать цену. И, в принципе, когда мне что-то такое, да, мне так спокойнее. На самом-то деле цена – это всего лишь некая обозначенная сумма за те дескрипторы, которые есть в кофе. По факту кофе – это и есть кофе. Даже вот добавлю, почему, наверное, нашим ребятам было проще им не участвовать в чемпионатах. Потому что что такое коммерческий кофе? Когда тебе надо так себе по качеству зеленого зерна сделать что-то вкусное. И тут начинается магия, да. И другой вариант, когда ты работаешь только с премиальными лотами, даже если ты там что-то не добил, ну, что-то, да, ты в них откроешь. Поэтому нам было проще. Нам привозили порой такое, и с этого надо было что-то сделать. И тут уже надо было прям постараться. Все-таки потенциал кофе – это, наверное, основная часть вот потом вкуса в чашке. Обжарщик должен сохранить то, что есть. Ну, не испортить как минимум, да. Хороший кофе, Даша, если ты его там не дораскрыл, все равно там за счет потенциала что-то остается. Главное, чтобы это не были дефекты обжарки. Ну да. Но тут еще зависит, конечно, от оборудования. Потому что на какие-то там, скажем, недорогих ростерах больше шансов все-таки получить дефект обжарки. Согласна. Хорошо. В принципе, мы уже так и обсуждая твой путь, и зашли уже, и затронули чемпионаты. Скажи, пожалуйста, может ли, был ли случай только, может ли человек там с первого участия в чемпионате, вот первый раз в жизни, и стать чемпионом? Или все-таки нужно первый ход сделать, чтобы там понять, как обстановка? Ну, я думаю, что, в принципе, все возможно. Да, даже вот мой год, когда я выиграла, выиграла девочка по Брюверсу, Юля Касат, по-моему, да, это был первый чемпионат, она выиграла Брюверс. Я думаю, что возможно все. Просто среди участников, то, что я наблюдаю со стороны, есть ребята не уверенные в себе, а есть чересчур уверенные в себе. И я не знаю, что хорошо, что плохо, да, наверное, какая-то золотая середина, но все зависит от того, как участник готовится, и как он в момент чемпионата умеет взять себя в руки. Вот это, наверное, два основных вот таких критерия. Потому что можно быть мега, там, крутым обжарщиком и ходить каждый год на чемпионаты, и не получать результат. То есть все зависит от того, насколько человек может приспособиться вот к этим условиям, которые дает чемпионат. Ведь мы не говорим сейчас о мировых чемпионатах. Отборочные чемпионаты и мировые, это немножко вообще две разные вещи. И, к сожалению, вот в плане обжарки могу сказать, вот пройдя этот путь два раза, один раз самостоятельно, один раз с Лешей, я могу точно сказать, что если ты готовишься на украинский чемпионат, то на мир тебе надо готовиться вообще в новую, вообще по-другому. Ну, абсолютно, да. И это только поймет тот, кто прошел этот путь. Я на своем чемпионате сделала ряд ошибок, которые, ну, опять же, я, допустим, системный человек, такой стратег, да, и я понимаю, что я быстро умею сделать выводы из своих ошибок. И с Лешей мы их уже, как бы, однозначно учли, да, и немножко по-другому работали на чемпионате. Но, опять же, чтобы понять, как на мире тебе нужны либо, а, там, тренера, которые тебя будут консультировать, ну, правильно, либо кто-то даст консультацию, потому что на мире немножко по-другому. Ну, там немножко, там полностью, совсем все по-другому, да. Да, конечно, я понимаю, что на сегодняшний момент я уже хорошо понимаю, что хочет Украина, и хорошо понимаю, что хочет мир. Но это разные вещи. В Украине мы жарим на одном типе роста, ну, то есть не типе, на росте одной торговой марки, да. А мир – это всегда стандартный ГИС. Ты сам работаешь с ГИС, ты прекрасно понимаешь, что как с ним работать, да, и насколько он устойчив в каких-то определенных ситуациях. И я скажу так, что тебя там вообще, в принципе, особо не волнует, как у них там полоны установлены или еще что-то, потому что какая температура вокруг, то есть какая влажность там, да, вообще, в принципе, там немножко по-другому. Тебе там нужно сделать профиль вкуса, а на ростер ты полагаешься сам. И там, благодаря тому, что немножко по времени по-другому сделан этот регламент, ты не боишься за то, кто был перед тобой, да, кто жарил перед тобой, кто, как он жарил перед тобой. Ты можешь как бы сугубо полагаться на оборудование, что оно будет в определенных условиях, то есть работать стандартно для тебя. Ну, проще, скажем так. В этот момент, в плане оборудования проще. В Украине мы уже там который год подряд жарим на ростерах Асхаранди. Я не могу сказать, что они там хорошие или плохие. У них просто есть момент такой, что, и даже не у ростеров, у регламента есть такой момент, что вот эти 10 минут между участниками, это настолько, ну, я скажу, что критично, да, что наблюдала порой я, допустим, ну, лично, вот, да, допустим, когда мы не участвовали, когда перед нами участник просто специально открывал на полную газ там, при этом открывая дверь, ну, дверь выгрузки, он тебя раскалял ростер настолько, что ты потом, заходя на станцию, тебе не хватало этих 10 минут. За это не снимают баллы? Во-первых, ну... Почему за недовеска готового кофе тебя дисквалифицировали, а за такой поступок, который, в принципе, есть свидетели, не дисквалифицируют? Смотри, есть правило и есть регламент. Согласно регламенту, есть четкие требования. По поводу этого момента там не сказано ничего. То, что не запрещено, то, в принципе... Да, то разрешено. Поэтому есть момент, то есть ты, получается, должен следить, как жарят перед тобой, да, как этот ростер ведет перед тобой. А тут же не просто, что ты зашел и пожарил. Ты же еще и профайл перед этим заранее сдаешь. Ты еще должен в какие-то определенные температуры попасть. Не просто сделать вкусно, да, но и в температуры. Это тоже баллы. А на чемпионатах вот украинских, если на мире там вот разбег такой нормальный по баллам идет, на украинских чемпионатах вот в этом году был отборочный, там ребята вообще у них по полбала, понимаешь, было. Ну вот друг перед другом. 0,25. То есть там за каждый балл, за каждый вот нюанс там ребята цепляются. И поэтому, конечно, если смотреть в таком ключе, ну и то тот, кто, опять же, понимает это, осознает, понимает элементарно там физику, устройство ростера, там, его работу, то он, конечно же, что он это учтет, да, и, например, он как-то среагирует. И даже если ему перед этим что-то там сделали. Ну просто на мире ты об этом даже не задумываешься, потому что ты понимаешь, что там по-любому все будет ок. И там за этим много людей, много волонтеров. Ведь нельзя сравнивать финансирование мировых чемпионатов и украинских, когда Алена перед чемпионатом бедная думает. Как насобирать? Да, как насобирать эту команду волонтеров. То есть это ж не люди, которым платятся, это волонтеры, которые приходят и ребята добровольно работают. Как они работают? Второй нюанс. То есть и так далее. То есть это нужно, ну, учитывать, конечно. Какую задачу они выполняют? Они подготавливают оборудование перед каждым участником. То есть они его очищают, они его стабилизируют, они его, ну, станцию, да, подготавливают себе. То есть это люди, которые делают. Кто-то взвешивает зеленый кофе, кто-то там пакеты разносит. Что в это время обжарщик делает? Обжарщик, когда переступает грань, да, то есть ему говорят, что у тебя время, у него уже должна быть готовая станция, где должны стоять пустые ведра, зеленый кофе для него специально отвешенный. То есть его задача пожарить и попасть в профайл. Но вот момент, когда ты заступаешь за эту станцию, если ты перед этим не следил за участником, ты не понимаешь, что происходило. Не может ожидать. Да, 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 что происходило до. Вот здесь есть момент. Ну, это надо учитывать. Ребята не все, к сожалению, это учитывают. Нужно это тоже понимать. Порой проще где-то на профайле потерять пару баллов, но вытянуть на вкусе, потому что там цена вопроса больше, намного. То есть, ну, в чемпионате обжарки, это как в спорте. Это техника, да. Это как спорт, это техника и конкуренция. Но участвовать нужно. Я скажу честно. Что дает участие? И вообще, как изменилась твоя жизнь после того, когда ты стала чемпионом Украины? Ну, скажу, во-первых, для чего нужно участие, да. Во-первых, ты выходишь из зоны комфорта. Ты смотришь на подход других ребят к обжарке. Ты в любом случае, если ты умеешь анализировать, то ты для себя какие-то выводы сделаешь. То есть, это в любом случае опыт, и я считаю, что это очень крутой опыт. Что касательно для меня, как поменялась моя жизнь после чемпионата, если говорить, что в рамках завода, то, наверное, в принципе, никак. Потому что я вернулась на завод, да, там, поздравили, но все, и дальше как-то пошли, да. И что касательно вот других моментов, то я для себя, во-первых, какая-то уверенность, что, значит, да, я, наверное, все-таки что-то делаю правильно. Я начала в этом моменте больше развиваться, больше к чему-то стремиться. Ходила разными путями, то есть и через диплом СК, то есть и знания пыталась себе поднять, и через просто тренинги какие-то, да. Потому что если сегодня обжарки научиться не проблема, то даже помню изначально лет пять назад это прям вообще такая секретная информация, о которой никто никому не говорил. Это что-то было прям ты умеешь жарить? Как? То есть, особенно вообще прикол расскажу. Когда я выиграла чемпионат, и мне писали с просьбой продать профайл. И я такая, что? Серьезно? Профайл продать? Зачем? Ну, для чего? Причем там писали. А вот этих ребят такой же росток был? Нет, у них был вообще провод, и я такая думаю, вы серьезно, а зачем он вам? Ну, они хотели, знаешь, как бы построить такую промо-акцию, мы жарим на профайле чемпиона. Да. А какой кофе жать? Какая разница? Какая разница? Полный профайл, да. И я не продала. И мне сказали, что я просто вот жмотка эгоистичная. А я не продала из той точки зрения, потому что логики в этом не вижу. А если бы продала, они пожарили, сказали, что ты офинистка, потому что ты продала не тот профайл, он не мог стать чемпионом. Да. Ну, это забавный случай был. Они меня прям улыбнули. И, в принципе, потом, когда мы общались с другими ребятами, чемпионами разных дисциплин, у них вот такие же ситуации были, что кто-то просил продать рецепт. Продать рецепт. Это бред вообще. А тебе поступали какие-то предложения переманить тебя с завода? Конечно. Вот единственное, в чем поменялась моя жизнь, это регулярно, там, стабильно раз в месяц была какая-то такая... Заманчивое предложение. Заманчивое предложение. Но я настолько любила и люблю это предприятие, что, в принципе, я его никогда ни за что бы не применяю. С точки зрения консультации, да, не проблема. Но это такая любовь, которая... Ну, я действительно верила и верю до сих пор, что даже если эта компания запустится в новом ключе, у нее однозначно есть перспективы и будущее. То есть я в этом плане однолюб. Как ты поступишь, если вдруг у Кыркао опять воскреснет, начнет работать, скажет Кресина, давай на работу, а у тебя уже новое детище? Туда вложено тоже немало. Пробокационный вопрос. Если им нужна будет моя помощь, в ключе завода, я сделаю все, чтобы восстановить это предприятие и помочь ему, потому что это рабочие места людям, которые проживают в этом городе. Сколько людей там работало? Если его загрузить на полную, ну, там может спокойно работать 150 человек. То есть ты представь себе для такого города, как Черноморск, это прям очень здорово. Это 150... Ну, совсем... Во всех отделов. Да, да, да. Сколько обжарщиков у вас было? Ну, смотри. Конкретно вот профессия обжарщик. У нас это называлось оператор-обжарщик и был старший мастер смены. То есть это же не просто пожариваясь, еще отчет, есть еще очень много-много-много всего. Обжарщиков достаточно 4 на большом ростере, на маленьком ростере и еще 2 обжарщика, то есть это 6, плюс мастер цеха, то есть в каждом цеху по 2 мастера минимум. Если круглосуточная работа, по 4. За большим ростером одновременно 1 обжарщик работает, или там 2? Ну, в смену 1, но есть мастер, плюс есть еще лаборант и технолог. У нас проба отбиралась, каждый бач, то есть проверялся влажность, цвет, экстрактивная, чтобы можно было быстро отреагировать и дальше. Технологи выводили вкус, пробовали, все ли в порядке. Ну, у нас это прям было системно, каждый делал свою работу. То есть у вас вкус был описан цифрами? Да, и я считаю это правильно. Цифры это очень... Когда ты работаешь в коммерческом сегменте, цифры это очень правильно, потому что ты сталкиваешься, да все сталкиваются с проблемой, когда бористо говорит, среднестатистически бористо, который варит, например, купаж, он говорит, да, плохо пожарено, или, например, вообще добавляет что-то свое, там, усовершенствует твой купаж, назовем так, а ты говоришь, что он варить не умеет, и вот эта вот война, кто прав, кто прав, кто прав, кто прав, кто прав, кто прав, когда есть цифры, все гораздо проще. Ты же расписался, ты же видел? Какие вопросы? Да, перекладывание ответственности, так называемое. Нет, ну, на самом деле, по-другому сложно проконтролировать в таких объемах, то есть, мы уходили в цифры, причем цифры как зеленого кофе, так и готового продукта. То есть, мы опирались именно на цифры, ну, и вкус, конечно же, в том числе, потому что стабильности в коммерции очень сложно добиться, само по себе зеленое цирно, оно уже не стабильно, да, в данном сегменте, поэтому сложно, но возможно. Что мне нравилось в компании, что системность, именно то, что все очень были системные, и все работало как часы, то есть, у каждого была своя задача, которую он выполнял. Возвращаясь обратно к чемпионатам, после того, когда ты стала чемпионом, от вашей компании другой человек пошел на... Ты уже, получается, как тренером была у него. Тебе не было желания еще раз пойти? На тот момент у меня уже была управленческая должность, и для меня было важно, чтобы я была, как бы, примером для ребят. То есть, что такое Черноморск, да, это небольшой город, в котором кофе, как таковая индустрия кофейная, она практически не развита, да. Мне хотелось, чтобы ребята к чему-то стремились, к чему-то росли, и это важно, чтобы они получали какие-то успехи. И для меня было намного приятнее, вот мне даже как-то задавали вопрос, там, что, вот, на самом деле, когда побеждал Леша, мы плакали, потому что для меня лично это было гораздо приятнее, чем моя победа, потому что, когда я победила, я была, наверное, часа-полу просто в какой-то пространстве не понимала и не осознавала, то за его победу я реально очень радовалась, потому что для меня это было приятно, что у ребят, во-первых, ну, это стимул идти еще дальше, это стимул развивать компанию дальше. я считаю, что вот компания, в которой много, ну, не много, но есть идейные люди, которые хотят развиваться, это прям очень здорово. А зацикливаться на себе, ну, я не такой человек, мне это не приносит. После закрытия завода, Алексей сейчас дальше жарит кофе? он работает в компании «Жарим кофе в Одессе», нам было проще, мы сразу переехали в Киев, потому что не было каких-то утяжеляющих там обстоятельств, и уже здесь работаем с новым проектом. Альфа кофе Ростерс? Да. Расскажи о новом проекте. Когда появилась мысль создать этот проект? Почему в Киеве? Этот проект достаточно молодой, где-то полгода. Ему мысли о нем были давно. В принципе, когда завод закрывался, мы уже знали заранее об этом. Все еще дорабатывали, но уже знали, что как бы... Ну да, я уже понимала, что это уже все. Естественно, когда ты работаешь в крупной компании, есть договора, которые ты обязан закрывать. То есть, это невозможно сделать. Мы хотим закрыться, все, то есть, минимум полгода к этому все идет. И на момент закрытия я для себя еще не понимала, что я хочу. Было тяжело даже не само предприятие закрывать, а люди, к которым ты привыкаешь. Это как семья. Это было все очень сложно. На самом деле, психологически, мне это тяжело далось. И я там... Для меня прям месяц это было такое очень тяжелое, что я даже думала, вообще, может, эту сферу менять. Даже что-то такое. Прям тяжело было. Были предложения на другие предприятия. Я приезжала на них, смотрела, все очень красиво, все очень интересно. Но страх того, что я опять привыкну к этому, и рано или поздно, ну, то есть, я не видела перспективы этих предприятий. То есть, не так легко сегодня крупные предприятия продвигать в силу того, что они все легальные, они все официальные. Это все, это все проверяющие инстанции на тебя давят. И приезжаешь на такие предприятия, ты смотришь на них и понимаешь, что пока что вот это тяжело. И это опять будет вот как рана больная, которая будет постоянно дергать. И я не хотела. То есть, я понимала, да, я приду туда, ну, что дальше? Ну, то есть, буду работать, буду делать ту работу, которую я там идеально знаю. Ну, что дальше? Для себя ничего нового не подчеркну, привыкну к этому месту, да, а потом мне будет тяжело. Вот. И один из собственников нашей компании, он предложил вариант создания нового бренда, конкретно по производству кофе с ферм, чтобы таким образом, ну, обжарки кофе с ферм, да, чтобы таким образом обычному потребителю, то есть, у нас, в принципе, альфа-кофе, он не заточен там, особо на кофейне, там, или еще что-то. Мы к потребителю ближе. То есть, это то, с чем я работала 10 лет, потому что мы работали именно на потребителя, да, и задача стояла именно достучаться на них, поэтому мы сразу выбрали направление капсул, направление индивидуальной упаковки в виде дрипов, там, еще некоторые моменты мы сейчас разрабатываем. То есть, минуя кофейне, минуя, ну, человека, который, в принципе, профессионал в приготовлении кофе, вы хотите сразу достучаться до конечного потребителя, воспитать его, научить, готовить правильно кофе, и... Ну, не то, чтобы минуя кофейню, в кофейнях мы тоже есть, но меня всегда, я патриот нашей страны, ну, такой своеобразный патриот, то есть, я в этом не кричу, ну, я не диванный патриот, да, то есть, если надо пойти поубирать территорию, я пойду, знаешь, вот для страны что-то сделать, если надо что-то полезное, я обязательно сделаю для наших граждан, да, я русскоязычная, потому что одесситы все русскоязычные, и мне тяжело, если нужно говорить на украинском языке, пожалуйста, я могу это делать свободно, но я считаю, что патриотизм, это немножко, вот, в моем плане, понятие, это какой-то другой момент, и меня всегда очень цепляет и ранит, как пищевика, количество импорта, которое входит в нашу страну. Меня это настолько всегда цепляет, особенно, когда мы... Это можно каким-то заферам написать? Ну, к примеру, к примеру, вот, март месяц того года, карантин, когда там с растаможкой были проблемы, когда были-были всякие такие нюансы, вот капсульный кофе, мы тогда уже задумывались о капсульном кофе, и в Украину в тот месяц зашло в тысяча штук, восемь тысяч, то есть это восемь миллионов капсул, зашло в Украину. Вот просто вздумайся, если бы их не покупали, ну, значит, бы их бы и не завозили, это был очень такой тяжелый месяц, да, вообще, в принципе, в Украине завозится импортная продукция по отношению, если брать соотношение то, что производится в Украине и то, что завозится, то это где-то, наверное, 35 на 65, и 65 это того, что завозится, легально, нелегально и так далее. Для меня это всегда такой кричащий момент, я не беру растворимый кофе, как бы, тема не об этом, а там цифры еще плачевнее, да, но если говорить о натуральном кофе, ввоз колоссально огромный, и у меня вопрос, почему, то есть неужели наши украинские ребята жарят хуже, чем там, неужели нельзя поддерживать украинского производителя, то есть мы и попытались по факту, почему мы зашли именно в капсулы, потому что мы хотим поломать стереотип, что в Украине может быть невкусно, да, что вкусно, это только вот там 3-4 торговых марки, не будем говорить о них в слух, которые там вот всех на слуху, которые там вкладывают сумасшедшие деньги в маркетинг, и там не о качестве, там не о вкусе, там немножко о другом, и мне, ну вот, хочется доказать нашим украинским потребителям, что наш кофе, он ничем не хуже, более того, если мы выходим, вот даже когда мы в 18-м году выставлялись на выставках международных, наш кофе, вот там, Блэнд, занял первое место в мире, то есть Украина ничем не хуже, чем мир, и я вам больше скажу, ну, мировые чемпионаты, которые ребята там представляют, да, они же видят, что наши украинские ребята ничем не хуже, чем европейские аналоги, продадите, профиль, профиль, вот этого Блэндера, пожалуйста, хочется на самом деле, чтобы наши украинские производители от мелких до великих развивались, потому что они дают рабочие места, они обеспечивают, да, там, заработную плату людям, дают возможность за что-то жить, платят налоги и так далее, поэтому, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы украинское производство, не только кофейное, развивалось в Украине, вот поэтому и канал такой выбрали для себя, именно потребителя, достучаться до сердец. За последние годы мне кажется, что все-таки часть украинского кофе, украинского, она стремительно растет, или это мне кажется? Все статистики, они, мне кажется, обманчивы, когда мы говорим, ну, то есть, если мы говорим про официально, это одна история, когда мы говорим, да, давай не забывать вот эти все склады, которые закрывают каждые два месяца, подпольные, где там фасуются различные торговые марки, известные. Конечно, можно много об этом говорить, тема очень такая больная, и скользкая, но и нельзя говорить о том, что много завозится. То есть, то, что завозится сегодня в Украину, ну, это прямо очень много, официально, неофициально. Мы когда-то были, ну, в том году мы были в одном, на одном кофейном предприятии, очень крупном, европейском, да, там очень круто, там все прям корабль космический, все автоматизировано. То есть, с точки зрения безопасности, ок. Но европейское законодательство, кофейное, если говорить о кофе, оно немножко отличается от украинского на сегодняшний момент. И сроки годности зернового кофе там, и сроки годности зернового кофе у нас в Украине, они отличаются. Соответственно, то, что заходит к нам, оно не тех сроков, которые допустимы в Украине, но по их законодательству оно разрешимо. Там это три года, у нас максимум 18 месяцев, на три года на жареный кофе? Да, да. Какой же он будет? Безопасный. Ну, смотри, как устанавливаются сроки годности. То есть, что этот продукт по истечению сроков годности является безопасным для употребления. Там не о вкусе, там о безопасности. Хотя безопасность это тоже штука такая, очень об этом можно много говорить, и очень большое заблуждение думать о том, что кофе это безопасный продукт. кофе это небезопасный продукт. То есть, я как технолог могу в этом заверить каждому. Мы сейчас плавно перешли к нашей самой основной теме, о которой хотели поговорить, потому что на самом деле я тебя впервые услышал, ну, я хоть и сам тоже биотехнолог по профессии, но вот так сложилось, что вот так вот прямо по своей профессии я не работал ни одного дня. Во время учебы я начал уже там заниматься кофе, но больше продажами кофейными. Вот, и только сейчас я так приблизился к продукту, именно производству продукта. И общаясь с тобой, полгода назад я узнал тоже как бы о кофейной опасности, которые несет себе кофе. Расскажи, пожалуйста. В первую очередь, что нужно понимать, что кофе это продукт. Как любой пищевой продукт, он не может быть безопасным. Да, согласно законодательству, кофе не поддается микробиологическим исследованиям. То есть, этого делать не нужно. И получается, зря? Я считаю, что зря. Я считаю, что любой продукт должен поддаваться этим, потому что даже если у тебя в самом продукте будет все ок, не факт, что в упаковке во время хранения, да, с ней все в порядке и так далее. Много есть факторов второстепенных, да, ну, как бы косвенных. Поэтому лично мое мнение, я считаю, что кофе это небезопасный продукт в каком ключе? например, взять молочку. Ты выпил, там, не знаю, молоко. Если оно некачественное, ты это почувствуешь быстро, ну, там, в течение часа, допустим, в зависимости от организма. кофе так не происходит. То есть, ты не поймешь уже сейчас, что ты там, выпив чашку кофе, тебе стало как-то некомфортно. Но в кофе есть две больших проблемы. Это микотоксины, конкретно орхотоксин. И вторая проблема это радиология. В принципе, согласно законодательству, если у тебя есть документы о том, что в кофе отсутствует там, радиология, да, в жареном кофе исследованию это поддаваться не должно. То есть, ты это не исследуешь. Если у тебя в документах на зеленый кофе указано, что кофе не содержит микотоксинов, то в жареном кофе ты это на исследование сдавать не должен. И в принципе, поставщики зеленого кофе всегда предоставляют эти документы. Но мы же понимаем, что эти документы предоставляются на партию, на момент оформления груза. Но этот кофе везется. Если это кофе просто в журтовых мешках, без мешка Грайнпро, то что он испытал за время транспортировки и за время хранения на складах трейдеров украинских, это вопрос. Потому что не у всех трейдеров хорошие условия на складах. Не все трейдеры поддерживают микроклиматический контроль на складах. А что такое микотоксин? Особенно архотоксин конкретно кофе. Это грибок, простыми словами, который развивается очень стремительно. И влажность, конкретно влажность для него, это прям такая красная тряпка. Когда влажность повышается, он просто начинает очень интенсивно развиваться. Визуально можно этот грибок увидеть, например, на хлебе, когда хлеб зеленеет. Или, например, лимон зеленеет. В принципе, то же самое можно увидеть на кофе, но это же не происходит. Вот раз эти грибы выросли, он у тебя хранится. Не у всех даже лампа есть, чтобы проверить. К примеру, то есть кофе стоит в мешках, там где-то пару зернышек, там где-то пару зернышек, где-то на раннем развитии, он только начинает, его еще практически не видно. Пожарили, он остался в жареном зерне, он не убивается температурой, он не уничтожается. В общем, моя любовь это зеленый кофе для похудения. Я этот бум застала, когда мы были на заводе, еще работали, это по 14 или 13 год, и массовая вот эта, помнишь, жеаташка, когда все девушки хотели быть стройными? Ну, реально, да, эффект, конечно, был. ты представь себе, ты берешь кофе, который там сушился где-то на каком-то асфальте или земле, где-то в Африке, да, ты его запариваешь водичкой. Какой эффект? Ну, дисбактериоз ты точно получаешь, очищаешься на протяжении нескольких месяцев, ну, в общем, все прекрасно, да. Но тогда это было прям мега популярно, его продавали, если ты помнишь, по таким сумасшедшим эффект. Ну, кажется, даже дороже, чем жареный кофе. Хотя в жареный кофе вложилось больше процессов, труда. Что значит реклама многие обжарщики думают, что если они обжарили кофе, то вся жирность, назовем ее так, погибла. Нет, это не так, оно остается. Более того, мы фасуем это в упаковку, и оно продолжает развиваться. Получается, эти грибы, они при неблагоприятных условиях, они в споры закрываются и переносят температуру обжарки. Да. И уже учеными доказано, что... А если до второго крека? Ну, ты так не горячись. Я думаю, что даже второй крек тут не поможет, на самом деле. Ну, выйдут масла, они еще больше будут способствовать вот это прогиркание, да, масел еще больше будет способствовать и делать благоприятную почву для развития микроэнергии. Они только спасибо скажут. Есть что покушать. Да, есть что покушать, да. Поэтому, ну, на сегодняшний момент уже даже исследование есть, что 30% онкологических заболеваний, вызванные именно грибками, вот, микотоксинами, они не только через кофе, конечно же, не только кофе, является переносчиком, но и злаковые продукты, там, пшеница, рожь и так далее. То есть, нужно очень осознанно подходить к выбору поставщиков, да, к выбору производителей, ну, потому что это наше здоровье. То есть, по сути, можно посоветовать обычному потребителю вооружиться фонариком ультрафиолетовым для того, чтобы... проверять хлеб, кофе, чай, можно, как вариант. Но это, конечно, крайность, и если в такую крайность заходить, ну, надо проверять все, да, все продукты питания, которые у нас поступают. Есть ли, допустим, взять муку, на корону, есть ли какие-то сертификаты? Да, есть такая штука, как сертификат качества, но согласно законодательству Украины, уже как два года качественные удостоверения упразднены. Я не понимаю, что они делают. Вот как пищевик, я не понимаю вообще, что они творят. Объясню, почему. Раньше был наложен там мораторий на проверки. В 2019 году его сняли. Начали пищевые производства, ну, там, активно проверять. Да. Но сняли обязательную сертификацию продуктов. То есть, что такое сертификация? Это когда у тебя там взимают твою продукцию, ее проверяют на микробиологию, на различные показатели, безопасности, да, и тебе говорят о том, допустим, качественный твой продукт или нет. Это упразднили. Второй путь вначале оставили только для детского питания, а потом для детского питания сняли. Для меня непонятно, то есть, что происходит в нашей стране, честно скажу. Потому что сегодня, на сегодняшний момент, если брать, вот, почему промышленность, проверяют только алкогольные изделия и табачные изделия, то есть, те люди, которые осознанно себе выбрали путь, там, употреблять алкоголь, курить и таким образом вредить, своему организму, эти продукты проверяют. А вот продукты массового потребления почему-то на сегодняшний момент не решили не проверять, а все возложить на рост сотворобника, как он и скажет. Ну, то есть, вот такой момент. И второй момент, качественное удостоверение. На сегодняшний момент, если вы позвоните и скажете, дайте мне качественное удостоверение, они могут вам его дать, а могут и не дать, потому что, согласно законодательству Украины, они этого делать не обязаны. То есть, раньше качественное удостоверение давалось на каждую партию продукции, и оно, как само собой полагающее, приходило с каждой, там, поставляемой партией продукции. На сегодняшний момент этого никто не делает. Многие лаборатории На многих предприятиях они уже поупраздняли их, они контролируют только те показатели, которые производителям интересны. И осознанно понимают, что обычный потребитель не пойдет и не сдаст в лабораторию за свой счет этот продукт на поверку, чтобы потом, допустим, предъявить какую-то жалобу данному поставщику. То есть понятно, что этого делать никто не будет. Скажи, в супермаркете, если покупаешь кофе, есть гарантия, что там 100% кофе не был заражен микотоксинами и все хорошо с радиологией? В супермаркете требуют декларацию качества или качественное удостоверение, и производители ее делают. Но откуда ты знаешь, соответствует это факту или нет? Это первый момент. Второй момент, ты же не можешь предугадать, правильно хранился этот кофе или нет. Ну этот продукт, не только кофе, любой продукт, правильно он транспортировался, транспортировка была правильной или нет. То есть факторов на самом деле очень много. Я не говорю о том, что вообще кушать ничего нельзя, но нужно понимать, что даже если тебе дадут какую-то бумажку, это не факт, что это есть так. Сегодня на многих упаковках кофейных производителей я замечаю там составы 100% арабика. Ты открываешь пакет, там робуста. О чем мы говорим? У меня был случай, когда я еще не жарил кофе, и в кофейне я от поставщика получал, значит, зерно. Мы были уверены, что это 100% арабика, потому что на пачке писалось 100% арабика. Потом ко мне приехал технолог из Днепровской компании обжарочной, и когда он увидел это зерно, он просто взял 100 грамм, разложил и говорит, это робуста, это робуста. Ну, мы там посчитали это, 10% было робуста. Когда я задал вопрос поставщику, говорю, а как так, у тебя на пачке 100% арабика? Он говорит, Жень, ну в наших реалиях 10% не считается. Можно считать 100%. За свою практику я встречала и худшие показатели, но в самом деле, когда пишут 70% арабики, а там по факту 70% робусты, и так грешат в Украине очень многие. И это второй момент, то есть, который, вот, наверное, пока производитель не поймет для себя, что пока он не выберет честный путь, он никогда не сможет быть таким хорошим производителем. Потому что с каждым годом люди становятся все осознаннее и осознаннее. И я надеюсь, что это все до поры до времени, потому что, конечно, неприятно, когда наших же граждан обманывают наши же граждане. Ну, понятно, что это норма, да, там для многих, но хотелось бы, конечно, вот в этом плане честности. Поэтому, когда сейчас заходят многие на моносорта, меня это радует, потому что с моносортами проще, чем со смеси. Можно ли уберечь себя в таких ситуациях, когда уникальственный кофе, где лучше, больше привонятность и качественный? Для многих людей, которые знаю я, им не важно, что написано на упаковке, им это либо вкусно, либо невкусно. Единственное, как технолог я бы советовала, все-таки покупать кофе у тех производителей, которые придерживаются каких-то элементарных санитарных норм при производстве, у проверенных производителей. Вот, наверное, в этом ключе. А о вкусах тут лучше не спорить, потому что настолько отличаются вкусы даже по регионам нашей страны, да, и то, что вкусно в Одессе, невкусно там во Львове, например, а то, что вкусно во Львове, невкусно в Киеве. Ну, то есть для массового потребителя... Тут нужно вопрос этот разделить на две части. Как купить вкусный кофе и как купить безопасный кофе? По логике, когда мы берем кофе с супермаркета... Документы есть, но не факт, что они... Есть документы, и он безопаснее, но сегодня документы, ну, это не всегда... Как правило, это формальность, которая просто должна быть. Да, это как пробег у машины. Берешь машину, пробег 50 тысяч, да, а факт там другой может быть. Ну, то есть ты как бы полагаешься на добросовестность производителя, и что он тебе дает по факту то, что написано в документах. Я хочу верить, что в ближайшее время в Украине так и будет, что то, что будет написано на маркировке, то, что будет написано в документах, будет соответствовать качеству. На самом деле, ведь еще такой момент, в сертификате качества производитель должен указать влажность, экстрактивность, зольность, посторонние примеси и радиологию, металлические примеси. Ни один из этих показателей не является... Тут нет о безопасности ничего. Вы заметили? Ну, влажность, ну, окей. Согласно ГОСТу, она 4 должна быть, не выше. Все стационарные ростеры, которые жарят, жарят максимум 2,5. То есть никогда они этот предел не перейдут. Экстрактивность, ну, допустим. Это не о безопасности. Зольность, то же самое. Металлические примеси, ну, ок, да. Тут про безопасность кофемолог, наверное, да, больше. Кофе в супермаркете. Есть документы, но подделки. Они же тоже продаются в магазинах, да. Если мы, например, берем какой-то там известный бренд, и на него есть все бумаги, но они касаются этого бренда. Но на полке может быть под этой упаковкой, ну, подделка. Просто встречая в новостях какие-то видеоролики, где закрывают какие-то подпольные обжарочные, которые фасуют в упаковке известных брендов, они же куда-то сбывают этот кофе. Я скажу по нашему опыту завода. Перед тем, как зайти на полки любого супермаркета, мы проходили аудит. И супермаркеты работают конкретно с производителями. Они не работают с такими подпольными штуками. Что нельзя сказать, например, про магазины, просто магазины и рынки. Частные. Да, частные магазины и рынки. Потому что, конечно, если нам позвонит какой-то магазин Наталка и скажет, мы к вам едем с аудитами, мы скажем... Серьезно? Серьезно. А, например, взять тот же АТБ или другое, да, там супермаркет, там уже немножко другой объем, другие условия, другие требования, но и есть обязательства, да. То есть, поэтому то, что отбирают супермаркеты, то, что отбирают, допустим, тендеры, да, какие-то, когда ты участвуешь в тендерных программах, там, то есть это немножко другое. То есть это действительно к производителю. То, что касается магазинов и там рынки обычные, то тут, конечно, вопрос. По поводу подфольных цехов, в моей практике был случай, когда одна торговая марка, достаточно известная, сама же себя и подделывала. То есть для чего? Они таким образом закрывали два рынка. Рынок дешевого кофе. Дешевого кофе. И рынок своего сегмента. То есть они понимали, что они настолько популярны и были, и есть, и будут в ближайшее время, что отдать кому-то этот хлеб, там, грубо говоря, подпольного производства себя же, они не готовы. Поэтому они шли в таком ключе. Но не нужно думать, что европейские аналоги, они безопаснее или качественнее, нет. Потому что вы никогда не будете уверены, что к вам на полку встал именно оригинал. Но и сроки. Давайте говорить про сроки. И допустимые, ну, если говорить о молочке, есть моменты, которые запрещены в Украине, но разрешены в Европе. Поэтому нельзя так очень односторонне смотреть. То есть давайте реально думать, когда стоит йогурт, польский, у нас на полке за 60 гривен ведро. Как? У меня не вылазит из головы идея известной торговой марки делать подделку на себя. С одной стороны, это и хорошо, потому что они, заменяя более дорогой продукт на более дешевый, могут контролировать хотя бы безопасность этого кофе. Если у них есть возможность и подход этот. С одной стороны, это и неплохо даже. Будем надеяться, что так оно и есть. Ну, к сожалению, пока реалии таковы. И на сегодняшний момент с этим бороться, но об этом можно только говорить. А фактически каждый, что делать потребителю в такой ситуации, я бы советовала просто выбрать для себя хорошего обжарщика, который там делает хороший продукт. Как понять, что обжарщик хороший, ну, кроме вкуса. Вот, например, мне нравится кофе одной компании, припустим. Я живу в Киеве. Обжарка находится там в каком-то городе за 500 километров от меня. Меня всегда устраивает вкус, который я получаю. Как мне понимать, что этот кофе безопасный? В первую очередь, ты получаешь пакет кофе, ты можешь посмотреть, что внутри этого пакета, чтобы там не было посторонних каких-то примесей, чтобы там не было палочек, зубов, там еще чего-то, да, условно. Тут вопрос еще с самого начала, очень интересный, наверное, зрителям. Ты говорила, что на заводе жарили около 15 тонн кофе в день. Скажи, что самое такое эксклюзивное находили в зеленом кофе? Потому что я знаю даже ребята, которые жарят там 10 тонн в месяц, и то находят мобильные телефоны, там какие-то пауки, причем иногда бывает, если это не Гринпро, то и живые, а там сушеные змеи. Там, я не знаю, зубы, кости. Конечно, от айфона 12-го мы бы не отказались, мы вонщики нашли, но нам так не везло. Там мобильный телефон был, какой-то Nokia, такой кирпич. А, я поняла. Нет, нам с телефонами не везло. Я не думаю, что люди, которые работают на обрабатывающей станции, они там айфоном 12-ом. Ну, согласна, да. Алло, алло, сейчас я дошкребу кофе с бетона и перезвоню. Что мы находили? Мы находили камни, палочки, зубы, сушеные животные. Мумия, да. Шкуры там различных змей, ящериц. Из живых это был один из паук, на самом деле. Мы просто открыли контейнер, он был в контейнере, сложно сказать. Сколько я знаю, эти пауки ядовиты, и нет в Украине противоядия от этих пауков. Да, но это было такое забавное зрелище, когда у нас просто все там в таком смешанном состоянии. То есть позвали там лабораторию, позвали там всех, кого возможно. Этот паук такой сочный, на мешке так себе наблюдает эту всю картину, и все же думают, что с ним делать. И тут у нас уборщица одна была. А у нас получается кофе, когда приходил в контейнерах, ну то есть он не загружал, он не сразу приходил, да, на склад. Он открывался этот контейнер, лаборатория брала пробы, если все с ним хорошо, если нет там никаких жучков, насекомых, только тогда была разгрузка на склад. И когда так под рампой стоит этот контейнер, и проходила мимо наша уборщица, она недолго думала, лопата его. Хлоп и все. Думаю, вот это воля, да, никакой жалости. Но вот с паучком была один раз такая история, а всякие, допустим, там кольца, проволоки и так далее. Да, это прям золотые. Да если бы, Женя, золотые. Нет, какой-то сплав, но очень похоже на золото. Да, ну всякие такие штуки более, конечно. Для обжарщика, непосредственно человека, работающего возле ростера, какую опасность несет зеленый кофе? Ну, мы уже там про паука, который может ужалить и непонятно что делать. Какая-то пыльца от зеленого кофе. Я просто слышал про обжарщицу девочку, которая работает возле ростера, там в респираторе, потому что она говорит, там клещи на этой пыльце, которая с зеленого кофе. Она не хочет заразиться, поэтому только так. Про клещей не слышала, про насекомых, которые есть на мешках зеленого кофе. Тогда у меня вопрос, почему вообще эти мешки поступают на производство? Такие мешки должны фумигироваться, а только потом поступать на склад, иначе они заразят все мешки. Тут как бы такой момент недобросовестности, если говорить об этом. А вот касательно пыли от зеленого кофе, то есть если линия не автоматизирована, если у тебя там, грубо говоря, в ростер засыпается с ведра зеленый кофе, то, конечно, когда ты жаришь целый день, лучше работать в респираторе, минуя проникновение этой зеленой пыли от зеленого кофе от тебе в легкие. Потому что, как и любая другая пыль, она, наверное, не есть безопасно. У нас ребята тоже работали в респираторе. Говорить о том, что споры микотоксинов проникают нам в легкие, ну, они могут проникнуть где угодно. Я бы уже в такие крайности, наверное, не заходила, да. Но я бы больше для женщин советовала беречь вот именно там нагрева, да, вот от ростера. Потому что вот все-таки это больше, наверное, да, влияет особенно на женщин. Давай еще поговорим про хранение зеленого кофе. Имеется в виду не хранение у поставщика, это там отдельная история, а уже когда на обжарочное производство приезжает зеленый кофе, и он какое-то время, ну, бывает, покупает запасы на полгода вперед. Как правильно хранить, чтобы этот кофе был в целостности, в сохранности, чтобы у него влажность осталась правильной, чтобы там какие-то грибы на нем не выросли. Кофе, конечно, нужно хранить в отдельном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, то есть не возле ростера. Кофе должен храниться желательно, да, там, при температуре, там, до 16 градусов влажности, там, до 75 максимум, на поддонах, желательно пластиковых. То есть хорошо вентилируемых помещениях и так далее. И чаще всего, конечно же, мы наблюдаем картину, когда кофе хранят просто возле ростера. Почему это плохо? Кофе неравномерно сохнет, равномерность обжарки ты не получишь, да, при этом, если кофе так долго хранится. Но и неправильно, да, все-таки хранить зеленый кофе. Особенно чаще всего, что мы встречаем, это мешки, ну, не Грэнтро, не вакуум-пак, это просто мешок, то есть неправильно хранить возле пищевого продукта, который уже готовый к употреблению. Поэтому они должны храниться отдельно. Так гласит законодательство Украины, санитарные нормы и так далее. Я бы, в принципе, рекомендовала обжарщикам, конечно, покупать мешки Грэнтро хотя бы. Почему? Потому что, вот ты правильно сказал такую вещь, там, типа, как хранить у себя на предприятии, да, там, допустим, в компании. Но нельзя забывать о поставщиках абсолютно, потому что ты не понимаешь, на каких складах оно хранится, в каких температурных условиях оно хранится, что там вообще происходит, собственно говоря. То есть, по сути, сейчас обжарщик, он на месте своего клиента. То есть, он покупает зеленый кофе, он не знает, как там, что происходит. Он покупает кота в мешке, и не каждый поставщик сегодня впустит тебя к себе на склад, посмотреть, что у него там, хорошо ли у него все там, да, правильные ли у него температурные режимы, и вообще, что там, собственно говоря, происходит. Поэтому желательно, конечно, покупать хотя бы уже в мешках защищенных, где зеленый кофе защищен от внешних факторов. Более того, нельзя же забывать, кофе везется. Допустим, в тех же контейнерах. Ну, мы в свое время возили много кофе в контейнерах. И какие бы ни были эти контейнера, все равно есть риск, там, увлажнение, определенных мешков, которые находятся ближе к дверям, или ближе к углам, или еще в каких-то местах. Потому что есть понятие конденсата и прочих других моментов. И некоторые мешки могут приходить с замокшими. Вопрос, что дальше с этими мешками, их выкидывать? Нет. Они уже замокши. У них уже там влажность 16-17. Там уже хорошая среда, да? Там уже хорошая микробиология пошла, которая потом будет заражать дальше, дальше всех. Поэтому в данном случае все-таки, конечно, хочется надеяться на порядочность поставщиков, трейдеров, да? Что они предоставляют именно качественный продукт. Плюс, когда ты говоришь о мешке, тебе не так принципиально, с какой влажностью он придет. 12 или 9? В плане каком? Даже веса, да? Когда ты берешь фурами, да, там по 20 тонн, по 30 тонн, разница в 2% это вес, это твои деньги. И, к сожалению, очень часто многие там увлажняют эти мешки перед отгрузкой, чтобы тебе там больше веса дать, да? Чтобы ты заплатил за больше веса и так далее. А он у тебя постоял месяц-два на складе, усохся, и ты такой, вау, и начинаешь думать. Или кто-то там где-то что-то у тебя, или там еще что-то происходит. Это касается мешков без Грайнпро. То есть вывод какой? Если покупать кота в мешке, то по случаю будет в мешке Грайнпро. Да, вывод такой. Что касательно хранения готового продукта, однозначно, что нужно хранить в пакетах, предназначенных для пищевого продукта. То есть это или металлизированные пакеты, или полимерные пакеты. Но и срок годности в зависимости от пакетов тоже будут меняться. Это надо тоже учитывать. В любом случае он должен быть герметично закрыт, с клапаном, без дырок. Потому что иногда некоторую дырку делать, это вообще прям... Просто подкосить время жизни своего кофе. Но зато пачка не раздувается. Да. Зато дешевле на 250. Дешевле, да. При какой температуре хранить уже готовый, зафасованный кофе? Мы говорили о том, что зеленый кофе лучше хранить при не выше 16 градусов. Кстати, тут тоже вопрос. А нужно ли перед обжаркой его приводить к какой-то более высокой температуре? Ну, я просто знаю, что на некоторых производствах есть комната предподготовки зеленого кофе, где температура уже около 20-22 градусов, чтобы не холодный кофе засыпать в ростер. Ну, смотри, тут такой момент. Есть момент кофейный, а есть момент законодательный. Законодательные моменты, когда в производственном цеху должна быть определенная температура, влажностная среда, которая не совсем соответствует кофейной теме, скажем так. То есть тут закон, и наши понимания о кофе немножко идут в рознь. Поэтому надо искать золотую середину, я думаю. Если есть возможность такого помещения, окей, но у многих и такого помещения даже отдельного нет для хранения зеленого кофе. Если в ростер ноль занести его за день до обжарки в ведрах, закрытой крышкой, либо те же самые жарятки? Ну, ты пока жаришь, у тебя же температура повышается в цеху. Соответственно, не на 22 градуса, а летом порой и до 32. На обжарках не только в шортах нельзя. На обжарках, в принципе, должна быть санитарная одежда, без змеек, пуговиц, каких-то посторонних доп. За то, за что можно зацепиться, барабан намотать. Обувь не должно быть, в карманах ничего не должно быть, и так далее. Обувь тоже. На самом деле требования к санитарной одежде, они стандартны для всех пищевых производств. Радует глаз, когда ты видишь, что человек жарит хотя бы в фартухе с спрятанными волосами, с набородниками. Если у мужчин сейчас это очень распространенно. Как правильно упаковать кофе, чтобы он дольше сохранял свои вкусовые и ароматические качества? Сразу в упаковку, дать ему отдышаться, дегазироваться и потом его запечатать в упаковку? Ну, мы фасуем в течение 24 часов. Как правильно, если говорить по закону, то такого нет, понимание правильно. Потому что если у тебя в техинструкции прописано, что у тебя кофе должен дегазироваться, то это уже правильно. Но и дату ты должен указывать именно фасовки в пакет. И здесь есть такой момент, который, конечно, мне не нравится. Потому что многие этим злоупотребляют, они жарят, грубо говоря, кофе сегодня, фасуют его через 2 недели. И дату производства они ставят датой фасовки. Нет, фасовки. Да, хотя этот кофе по факту был пожарен задолго до. То есть они 2 недели дают форы? Да. А что все это время кофе делал 2 недели? Ну, некоторые же по-разному. Допустим, кто-то нажаривает, кто делает смесь, они нажаривают и потом выбирают этот кофе для смесей. Кто-то, условно, просто за ненадобностью, не понимая, во что фасовать, просто его держит. Конечно, это не совсем ок. То есть кофе должен жариться, фасоваться и уже как готовый продукт, вставать на рынок, на полку, на какие-то точки реализации. Хорошо, если кофе хранится в плотной, герметично закрытой таре и так далее. Но я вот за свою практику видела разное, многое. И, конечно, радует... Ну, вообще, честно, не понимаю обжарщиков, которые используют для хранения жареного кофе мешки Грайн Про. Даже так? И не только так. Я видел на нескольких производствах, когда жареный кофе выгружается в сутки пищевые, большие. И они там лежат, пока тут кофе не закончится. Приходит заказ на упаковку какого-то кофе. Просто достается судок, открывается крышка. Ну, естественно, она не герметичная. Она просто этими лямками так закрывается. Вот отсыпается там упаковка, там килограмм, либо 250 грамм, запечатается. А судок обратно на полочку. Ну, и ждет пока. Потом, когда заканчивается запас, поджаривает туда и вот так вот. Ну, конечно, это неправильно. Кофе окисляется, кофе теряет себя. Это неправильно. И это нечестно по отношению к потребителю. То есть ты, покупая там обжарку какую-то свежую, ты смотришь, о, якобы там... Вроде бы свежо, а что-то как-то не пахнет. Хотя, о чем я говорю, многие даже дату не ставят, на самом деле, на пачку. В супермаркете или там точки из продаж такие, где просто высыпают из какого-то контейнера кофе? Ты имеешь в виду такие тубы с краником? Типа тубусы эти. Ну, да, такое тоже есть. Ну, я не знаю, как это комментировать. Ну, это больше, мне кажется, такое шоу, где человек покупает их глазами. То есть он смотрит красиво, много кофе, разные эти тубы. На самом деле, ведь, согласись, многим это нравится. Вот я никогда не перестаю восхищаться вообще ребятам вот с компанией Фест, да? Когда ты приезжаешь в Львов, в кофейню-копальню, а ты зайти туда не можешь, потому что очередь такая, что просто и все люди, они в шоке. И многие реально верят, что кофе там добывается где-то там с-под земли, ребята его жарят. И они с этих тоже дистонеров, да, ну, таких маленьких, они там насыпают этот кофе. Ну, я думаю, что там такой товарообмен идет в поток, что этот кофе, по сути, он там дегазируется в течение, как ты говоришь, больше 24 часов. Потому что его забирают и, то есть, такой вариант, он приемлем, но есть и другие компании, которые там возле прикасываясь в зоне супермаркетов, открывают там бутики и этот кофе, не знаю, откуда его привозят, в тубах может очень долго лежать. Ну, а потом его насыпают в бумажные пакетики, которые прищепочкой вот так вот, ну и... Ну, конечно, это неправильно, но если потребитель это покупает, значит, он позволяет себя таким образом к себе так относиться, да, назовем это так, это же отношения. По моей практике, ну, я тебе это говорила, что на сегодня в Украине, к сожалению, такая вот сложилась стереотип, ну, не стереотип, а факты, да, что есть. Не все предприятия, которые безопасны, они качественны, качественны в плане вкуса, да, и не все те предприятия, которые качественны, они безопасны. Мне бы очень хотелось, чтобы наши обжарщики, производители нашли вот эту золотую середину, да, были как безопасными, так и качественными. И в последнее время там даже мы вот свой, там создала свой канал, где там хочу вот рассказывать, объяснять, как это должно быть, чтобы это было законно, безопасно. Ну, а качественно, в плане вкусно, ребята, как бы у нас, я уже говорила в самом начале, что в Украине очень много крутых обжарщиков, которые жарят вкусный кофе. Да, и на самом деле у каждого понимание вкусно, разное, кому-то вкусно и кофе там от одного обжарщика, кому-то от другого, потому что, ну, на вкус и цвет, поэтому мастеры разные. Вот, главное, чтобы в сочетании с вкусностями еще и безопасность была. Да, ну, просто понимаешь, на сегодняшний момент, например, требовать даже какие-то документы от поставщиков зеленого кофе могут позволить себе не каждый, а предъявить им претензию, вот если к тебе, допустим, тебе дали документы, и там есть разбор по дефектам, да, сколько должно быть там таких, таких, таких дефектов, и предъявить претензию какую-то, ну, не каждый это делает. Вот, если бы сегодня осознаннее становились производители обжаренного кофе и вместе заставляли меняться, ну, рынок, да, чтобы поменялся именно у поставщиков зеленого кофе, да, и как-то отношения, я думаю, что это было бы уже очень здорово, потому что, ну, сегодня, если ты берешь, там, по 10 килограмм зерна одного вида, или даже, там, по 5 мешков, допустим, ну, ты не являешься крупным, да, там, производителем, сильно там предъявлять какие-то претензии, как правило, многие боятся, некоторые не понимают, как это делать, кто-то просто не хочет, там, ни с кем ругаться, и берут то, что им дают. Меня радует, что сегодня даже в Украине есть компании, которые ответственные и осознанные в плане, там, поставок зеленого кофе, и им не все равно, да, то есть, что будет дальше, но хочется, чтобы так было все, потому что даже вот сейчас смотришь, появляется там, оттуда привозят какую-то зеленку, оттуда, ну, такие не очень популярные трейдеры, то есть, они просто с какой-то страны везут, и порой они такое везут. Бывает даже в группах, где, там, кофейщики, оттрачки, там, ребята есть, там, то на какой-то Уганды, кому надо, они дорого. То есть, по сути, обжаривая кофе, нужно изначально работать, там, с более качественным продуктом, который хранился правильно и упаковывался правильно, это, да. Ну, а конечному потребителю выбрать своего обжарщика и не только, как бы, там, прислушаться к своему вкусу, а, в принципе, и наблюдать за рынком, наблюдать за тем, какой кофе покупает обжарщик. Это, кстати, можно проследить, там, если человек выбирает какой-то моносорт, у которого есть, там, информация, что это за кофе, а не просто Сантос, то по этой информации можно погуглить, посмотреть. В принципе, мы вообще никогда не скрываем, у кого мы берем зеленый кофе, и я не считаю, что это какая-то конфиденциальная информация или, там, тайна, потому что даже те же чемпионаты доказывают тот факт, что ты можешь один и тот же кофе с одного мешка дать, там, 10-20 обжарщикам, и они все пожарят его по-разному. Поэтому я не вижу здесь особой тайны какой-то или конфиденциальности. Ну, то есть, если нужно предоставить такую информацию, пожалуйста. Главное, профиля не продавать. Ну, профиля это да. Покупателю, что они должны понимать, сколько нормальный кофе должен стоить приблизительно, там, вот, до, и что такое дорогой кофе, чем он отличается от дешевого? Бывает такое, что одни и те же лоты одного и того же сорта стоят с разницей, там, 200-300 гривен за килограмм. Тут еще есть момент, насколько производитель хочет много заработать, да, за свои услуги, обжарки, там, и так далее. Но если мы говорим о среднерыночной цене на этот кофе, в чем, в принципе, может его быть отличие? Это содержание дефектов в этом зерне, да, и сейчас очень так многие прям кидаются обжарщики на баллы, которые выставляются, там, трейдерами за зеленый кофе. Именно вот эта бальность и количество дефектов влияют на стоимость того или иного лота. Но тут тоже такой момент очень двуспорный. По поводу баллов я уже неоднократно там говорю об этом, что вообще согласно законодательству Украины выставлять баллы на готовом пакете – это очень такое сильное нарушение. Баллы за зеленый кофе, они не являются баллами за жареный кофе. То есть то, что у нас потенциально кофе может иметь там 88 баллов, нет гарантии, что ты обжарщик его пожарил на 88 баллов, или там, наоборот, это во-первых. Во-вторых. То есть процессы зеленого кофе для похудения имеют право на пачке ставить баллы, по сути? Я надеюсь, что этот продукт сегодня никто не покупает. Я очень на это надеюсь. Поэтому, да, за мою практику, конечно, были такие моменты, когда там килограмм арабики продавали за 140 гривен. За килограмм жареное. И, конечно, потребитель должен понимать, что не может такого быть. Арабика у нас по цене, даже если вы сами будете ее привозить, но она будет заходить вам по цене. Хорошая арабика, ну, 4 доллара – это так, даже если вы сами привозите. Что-то не считая, это жарко. Да, плюс еще жарко, заработная плата, да, 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 то есть поэтому, ну, как бы, хорошая, хорошая арабика, там, ну, я не знаю, 350 – это и кто хорошее, в каком понимании, в каком вкусовом, да, понимании. Если коммерция, там, она может, ну, там, в самых минимальных маржинальных вот этих накрутках, ну, там, наверное, гривен 210, да, 220. Минимальная цена, которая… Да, прям вот, да, минимум. Конечно, когда вам предлагают что-то дешевле, ну, задумайтесь, непросроченный ли это продукт, арабика ли это, и вообще. Если мы говорим о премиальных, что там еще и баллы ставят, то такой продукт не может стоить меньше, там, чем 500. Я скажу, что даже и робуста, ну, нормальное, меняемое робуста тоже за 100 гривен пожаренное не получается. Ну, у некоторых получается, видишь, некоторые продают. Робуста, робусти, рознь. Да, робуста, робусти, рознь. Если взять, например, мытую робусту индийскую, так она дороже даже бразильской арабики. Ну, смотри, люди, которые дают, производители, да, которые дают цену на упаковку 100, 120, 130 гривен, ну, это явно не о кофе. И это не о любви к вам. Это нечто, просто по факту, в чем острый момент именно кофейной промышленности, потому что от технологов кофейных, которые в этом понимают, и лабораторий, которые это могут проверить, очень-очень мало. Соответственно, претензию предъявлять, даже если, например, я беру пакет и вижу, что там нечестно и не так, как написано, и что-то с ним не так, я не пойду и не напишу там, даже просто пожив, что такое вот такое, делай то-то, то-то. В многих компаниях стоят фотосепараторы, да, фотосортексы, там, всех по-разному называют. И сортировочное зерно очень часто некоторые, ну, то, что вот я наблюдаю, там, применяют в производстве дешевых купажей или там молотого кофе. Хотя это, в принципе, ненормально, да, и это говорит мне о любви к вам. Ну, да. Когда-то мы работали на заводе, и у нас там покупали квакеры по 30 гривен, по-моему, хотели покупать для настройки кафе-машин. И я помню, когда спросили, есть ли у вас такой продукт, мы его просто выкидывали, я говорю, да, есть, сколько вам надо для настройки кафе-машин, вообще я логика в чем не понимаю, но допустим. И мне говорят, ну, я говорю, у нас там есть пару тонн, мы возьмем. И я такая думаю, ну, вы серьезно, вы что, по всей Украине будете есть прогонять? И как ее настраивать, ну, это же надо, там, сварить кофе, попробовать ее, оценить. Ну, разве что это техника, которая имеет дело, там, с кофемолками, там, посмотрят. Да нет, это на самом деле о чем-то другом. Вот есть, мы не говорим часто, да, о чем мы говорим, как правило. То есть, понятно, есть акции нормальные, есть вот какие-то супер, какие-то нереальные. Смотри, все акции супер реальные и нереальные, это не от магазинов. Когда ты заходишь на полк любого магазина, ты сразу подписываешь контракт. Согласно контракту у тебя в любом случае будет прописано, что, например, в год ты должен 10 раз зайти в акцию. Но не за счет магазина, а за счет себя. Но ты понимаешь, что этот магазин у тебя берет, например, там, какое-то количество сырья, и ты готов, там, месяц или два поработать в минус. Но потом он все равно у тебя, как бы, объемом это выбирает. Считается, где вы покупаете. Да, да. Но, как правило, все эти акции, конечно, они очень сильно бьют по производителям. И очень часто сети сейчас, почему в последнее время вот невыгодно, там, многим с ними работать. Потому что, когда период акции, они набирают очень большой объем продукции. А когда акция заканчивается, у тебя проседают заявки, и ты такой, они продают то, что было по акционной цене. Ну, это моменты, конечно, сетей и производителей. Нет, нет ли такого, что в эти моменты вот пытаются слить какой-то кофе? Нет, нет. Я думаю, что, ну, вот мы как производитель в свое время, мы бы так не рискнули. Ну, потому что, не дай бог, что, потом цена вопроса намного дороже. Да, я считаю, что акционные товары – это нормально. И производители крупные, они не будут так рисковать. И там то, что вы думаете делать. Есть моменты аукционных товаров, когда супермаркеты, вот все, заходите, там, вот фрукты, да, там могут продавать, оцененные, там, еще что-то, то есть с подходящими сроками. Но я вам скажу, что для супермаркетов они, в принципе, особо не переживают, там, если они что-то не продали. Потому что, если что-то не продается, это все возвращается производителю. Да, и производитель должен думать, что с этим делать, платить деньги за утилизацию, потому что это тоже недешево и так далее. Вот в Европе у них вообще такой есть момент, что когда кофе, допустим, ему остается там полгода, они его просто раздают. Вот мы сами были свидетелями, мы шли по улице, там, одного из предприятий, достаточно крупного, ну, по территории, стояли поддоны просто продукции, там, поддонов 15, наверное. И рабочие просто в сумке, там, оттуда все упаковали. Это кофе, который для того, чтобы не утилизировать, его просто раздавали рабочим. Что потом делают рабочие с этим продуктом? Это уже вопрос. Там, в Украину отправляют бусами. Или пьют, просто едят, посыпают дороги, там, я не знаю, что они с ним делают, да, в таком объеме. Но, тем не менее, они выкручиваются с этой ситуацией так, потому что у них в Европе утилизировать дорого. У нас тоже дорого, но дешевле, чем у них. И сервисов можно опозить седьмой. Дороги посыпать? Да. Ну, как вариант. Ну, его надо еще смолоть. А если это большое количество кофе, то это тоже дорого. Либо делать вот такие чашки. Да. Расскажи об этой чашках, что это за чашки? Это чашки Husky. Они сделаны из переработанной кофейного патчмента. За патентированной технологией, какая она никто не знает. Но ребята делают вот такую вот смесь какую-то и вливают форму. Патчмент – это такая горочка вокруг зерна, которая, в принципе, уже когда зеленый кофе, ее нету. Но иногда бывает, особенно в Эфиопии, ну, лично я наблюдаю, там всегда у меня часто попадаются какие-то там отдельные зернышки, где вот такая желтая корочка сверху. Корочка, да. И ребята, видишь, вот придумали такую штуку. Вот они делают такие крутые чашки. У нас есть еще чашки, сделанные именно из кофейного жемыха, тоже очень крутые. И вообще, ну, это круто, что сейчас в этом направлении вторпереработки двигаются. Хотелось бы, чтобы вот именно в Украине появилось производство, которое бы делало такие вещи, чтобы вообще очень здорово. Ну, я знаю, очки делают, оправу. Да, с очками проще, потому что ты их не поддаешь термообработке. А эти чашки можно и в посудомоечном машине мыть, поэтому тут немножко другая технология. Что самое необычное попадалось в кофе во вкусе дискрипторами? Провокационный вопрос. Из негативных факторов мне очень часто попадают бумага, бобовые, какие-то злаковые, хлебные ноты. То есть для Украины почему-то принято считать вкусной обжаркой именно обжарку недоразвитого кофе. То есть есть такой дефект, underdevelopment и недоразвитый кофе. И многие воспринимают это как что-то приятное, да. На самом деле это, ну, как бы... Как кофе от третьей волны. Так, да. Из вкусных дискрипторов, ну, у каждого, опять же, да, там, о вкусах не спорят, но это какие-то ягодные, фруктовые, да, там, ноты. Там, ну, тоже смена, еще каких-то цветов. Бергамот. Каким угодно. Доводилось пробовать в кофе ноты нефти, латекса. Конечно. А ты про Индонезию сейчас? Да. Да. Ну, мы же на заводе в свое время столько жрабуста перепели, что мне кажется, что там может быть все. Абсолютно. У меня в кофейне висит колесо вкусов. И часто клиенты читают, ну, рассматривают его, говорят, латекс, это что, в кофе? Говорят, нефть? Нефть. А как это так? Да, доливает там где-то чуть-чуть. Как это так? На самом деле, в зависимости от обжарщика, в кофе можно все что угодно попробовать. И вот последний чемпионат отборочной по обжарке, когда мы оценивали чашки, такое разнообразие вкусов там было. В одном и том же сорте, да, там в одном и том же мешке. Какой-то был, да, насколько я помню? Да. Был Сальвадор, но вкус был просто, палитра была вся, всевозможная. Нет, это только с одного мешка посветит. Да, да, да. То есть у каждого обжарщика свой почерк, у каждого обжарщика свой взгляд на обжарку, свой подход. И нету такого понимания, это правильно, это неправильно. Единственное, например, я думаю, что задача обжарщика не сделать дефект обжарки. Вот, а все остальное, это уже его полет фантазии, такое творчество, да, назовем его так. И главное, чтобы его конечному потребителю это нравилось. Нельзя сказать, что вот это хорошо, это плохо. Единственное, чем мы отличаемся от мира, то, что в мире чуть-чуть слаще жарят. То есть нет вот таких ярко-кислотных вариантов, как у нас. Там даже гейша, вот мы были когда в Тайване, даже гейша в кофейнях жарится достаточно сладко. Вот пожарю я, пожарит Женя, пожарит еще кто-то, это будут абсолютно разные вкусы. Но еще очень многое зависит от того, как его варят, конечно, да, Женя? Да. Обжарщики это в принципе не могут плохо жарить, все обжарщики жарят хорошо. Я надеюсь, было очень познавательно и интересно, поэтому пишите в комментариях, может мы о чем-то забыли поговорить, может быть какие-то вопросы, мы обязательно ответим в комментариях. И помните, что кофе бывает разный, и это касается не только вкуса, а и безопасности для своего организма. Всем большое спасибо за внимание. Я надеюсь, это был не самый бесполезный час вашего времени, что вы для себя подчеркнули что-то полезное. Всем хорошего дня. Спасибо, Женя, тебе. А в следующем выпуске, я думаю, надеюсь, нас пригласят в гости на Альфа Кофе Ростерс, и мы там поговорим уже о дрипах, о кофе из капсул, попробуем его, потому что я, ну честно, не пил кофе из капсул, я пил из кофе из таблеток, чалды, которые именуемы еще. И поговорим об удобстве использования, об нюансах производства, возможно, в дальнейшем, какое у них будущее. То есть это кофе будущего или это так временный хайп, который скоро развеется. Так что следите за новыми нашими выпусками. Да, с удовольствием еще раз с вами встретимся, и я расскажу свое видение этих двух направлений. Продолжение следует...